Последние слова Иосифа. Бытие 50 глава с 15 по 26 стих. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, Что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу, «Отец твой предсмертию Своею завещал, говоря, Так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога Отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. «Пришли и сами братья его, и пали пред лицем его, и сказали, Вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф, Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, Но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, Сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, Я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их, и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте, сам и дом отца его. Жил же Иосиф всего сто десять лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода. Так же и сыновья Махира, сына Манасиина, Родились на колено Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим, Я умираю, Но Бог посетит вас И выведет вас из земли сей в землю, О которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря, Бог посетит вас И вынесите кости мои отсюда. И умер Иосиф ста десяти лет. И набальзамировали его И положили в ковчег в Египте. Размышления, часть первая. Милость сильнее мести. Бытие 50 глава с 15 по 21 стих. Поразмыслив, братья Иосифа бросаются ему в ноги И обвеляют себя его рабами. Они вполне логично рассудили, Что он затаил в сердце зло на тех, Кто так коварно поступил с ним в прошлом. Однако Иосиф поступает вопреки их логике, Тем самым показывая, какой мощной может быть сила благодати. Он знает, что в самые страшные времена Бог был с ним, А потому имеет силу милостиво поступать с теми, Кто обрек его на все эти страдания. Он не просто прощает братьев, Но и обеспечивает всем необходимым Их и их детей. Такой поток милости может исполнить только от Господа Бога И его доброты. Чем лучше мы осознаем наше положение перед ним, Тем легче нам проявлять благодать к другим людям. Есть ли в вашей жизни человек, По отношению к которому вы испытываете искушение Проявить мстительность, а не милость? Когда Бог в последний раз Явил вам свою благодать В ответ на ваши проступки? Размышления, часть 2 Погребенные в соответствии с Божьим обетованием Бытие 50 глава с 22 по 26 стих В послании к евреям 11.22 сказано, Что просьба Иосифа о том, Чтобы его останки были похоронены В стране его предков Была основана на вере Большую часть своей жизни он провел в Египте Был женат на египтянке И служил правителем Египта И все же эта страна не была его истинным домом Вот почему он завещает, Чтобы израильтяне, Когда наконец завладеет Ханааном, Перенесли его кости туда Иосифу известное Божье обетование И он с нетерпением ожидает его исполнения Пусть и это произойдет после его смерти И нам крайне важно знать и помнить Божье обетование Пример Иосифа напоминает нам, Что не этот мир наш истинный дом Поэтому мы с нетерпением ждем, Когда сможем оказаться дома На небесах Как вы можете лучше узнать Божье обетование? Как ожидание небес отражается на вашей жизни здесь, на земле? Молитва Отец Небесный, Как велика твоя благодать И как драгоценны твои обетования Помоги мне все больше и больше познавать И понимать, что Ты добровал мне, чтобы делиться этим С окружающими И на этом жизненном пути Пусть мое сердце всегда стремится к Тебе Во имя Иисуса Христа Я молюсь Аминь Мир Божий, дорогие друзья У нас для вас прекрасные новости Журнал «Живая жизнь» Запустил приложение для вашего телефона В этом приложении Мы собрали План чтения на каждый день Помощь в понимании Библии Видеоразборы И удобный формат для заметок Пожалуйста, скачивайте приложение По ссылке в описании к видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok